HyperCinema D11 – яркий портативный проектор с операционной системой Android на борту. Сначала посмотрим на комплект поставки. Из коробки извлекаем сам проектор, пульт управления, кабель питания, переходник для подключения аналоговых аудио-видеокабелей, HDMI-кабель и руководство пользователя. Теперь о дизайне. Исполнение проектора имеет не очень привычный формат. Он получил вертикальный корпус и предназначен для установки на ровную поверхность, но благодаря выдвижной ручке данная модель становится весьма мобильной. Вес чуть больше полутора килограммов, а корпус целиком выполнен из пластика черного цвета. Спереди линза объектива, сверху в углублении кольцо регулировки фокуса. Тут же сверху, но ближе к задней части расположен блок кнопок управления. Они дублируются пультом дистанционного управления, с помощью которого взаимодействовать с проектором еще удобнее. Порты и разъемы по традиции находятся сзади. Тут есть выход для наушников, аналоговый аудио-видео вход, HDMI-фод и два USB-порта для подключения флешек. Рядом разъем питания для подключения к розетке. Снизу на корпусе имеются четыре фиксированные ножки и одна выдвижная, прямо как у обычной компьютерной клавиатуры. С ее помощью можно выставить небольшой угол к поверхности установки. Из минусов отметим, что тут нет резьбового крепления для установки на потолке или стене. За формирование изображения отвечает LCD-матрица с разрешением 1280 на 720 пикселей, а в качестве источника света выступает мощный светодиод со световым потоком 6500 люмен. Это почти в два раза выше среднестатистического домашнего проектора, а значит получить яркую картинку можно даже днем без полного затемнения помещения. Ресурс подсветки 50 тысяч часов. Контрастность изображения 3000 к 1. Проекционные расстояния от полутора до четырех метров, а максимальная диагональ проекции составляет 305 сантиметров. Под конец поговорим о главной фишке модели. Проектор работает на базе OS Android, то есть позволяет устанавливать приложение из Google Play, смотреть онлайн-видео и даже играть в простенькие игрушки. А для выхода в интернет есть модуль Wi-Fi, но учтите, что производительность аппаратной части не очень высокая, поэтому о требовательных 3D-играх речи не идет.